Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем эфир программы «Торговый план» на видеопортале Трейдеров и Трейд ТВ, и сегодня у нас уже 21 октября 2015 года, среда. Меня зовут Игорь Суздальцев, и давайте посмотрим на самые новые новости, которые могут повлиять на рынок сегодня. Прежде всего хочу начать с новости о том, что США начинают испытания систем ПРО, уже пуск первый прошел, морского базирования. В районе Великобритании все это будут находиться корабли. Суть идеи понятна, против кого направлено, понятно. Это большой шаг, это такой прорыв, конечно, то, что они уже вплотную приближают систему ПРО и со стороны моря. Задача понятна, перехват любых баллистических ракет, которые летят на Америку, остановить их над Атлантикой. Первые испытания прошли успешно, то есть гонка вооружений наращивается. Это очень серьезно. Понятно, что чем более безопасно будут себя чувствовать Штаты, тем более агрессивно они будут действовать на мировой арене. Поэтому можно предположить, что сейчас действия США в Сирии будут резко активизироваться, что может повлиять на финансовые рынки, прежде всего на рынок нефти в первую очередь. Вторая новость. Избранный премьер Канады подтвердил решимость прекратить авиадары по исламскому государству. Относительно молодой человек, избран премьер-министром Джастин Трюдо, он является лидером либеральной партии, членом либеральной партии, кандидатом либеральной партии. В ноябре станет премьер-министром Канады и его победил он очень просто. Он сказал, что пусть разбирается в Сирии кто хочет, канадские парни погибать там не будут, мы вернем всех назад и поэтому снимем угрозу терроризма с канадских городов. Естественно, выиграл выборы. Для нас важен в чем момент здесь. Во-первых, канадца, наверное, сегодня можно покупать, потому что новость хорошая и как бы она не совсем там новость, как бы уже знали ее, да, но то, что он подтвердил, то, что они уходят из Сирии, конечно, резкий толчок акций Канады. Это дает и канадского доллара в том числе, поэтому сегодня первая торговая идея покупка канадского доллара, надо посмотреть точки входа. Тема сегодня будет во всех СМИ, это естественно, раз уже в российских СМИ, значит и в англоязычных во всех. Поэтому стабилизация и снятие напряженности в Канаде в связи с событиями в Сирии, конечно, укрепит канадский доллар. Ну и кроме того, обращаю ваше внимание, что это, разумеется, показывает, часто любят говорить, что северные страны, которые зависят от нефти и газа, там не может быть либеральных партий, не может быть демократии, не может быть выборов. Вот, пожалуйста, Канада, северная страна, полностью сидит на нефти и газе, основной покупатель США, и, пожалуйста, есть и демократия, и либеральная партия, которая победила, кстати говоря, и выборы есть, все есть. То есть тут что-то в чем-то другом дело, наверное, в реформах все-таки дело. Ну, молодцы канадцы, рады за нас, уверен, что и Россия пойдет по канадскому пути, абсолютно, абсолютно. Мы такая же северная страна с нефтью и газом, и можем повторить этот путь и укрепить рубль таким же путем. Далее, коллеги. Большое событие стало событие в Красногорске. Обратите внимание, какие комментарии. Очень серьезные. И, как бы, это такая картинка стала прямо, ну, где там предприниматель пострадал из-за девальвации, потерял много денег, убил двух чиновников. Это, конечно, большая социальная проблема сейчас, и ухудшение обстановки, она как-то раз-таки нагнетает истерию, нагнетает такие повышенные тона в разговорах и в действиях. Конечно, вот стабилизация экономики нужна как воздух, пока у нас все предприниматели там не стали стрелками, это же, ну, это же как зараза, заразно же будет. Сейчас другого обидеть, он точно так же себя поведет и так далее. Поэтому что-то надо делать с экономикой, это совершенно точно, реформы нужны как воздух. Ну, вот те реформы, которые звучат, я уже вижу в чате, утром уже обсуждают, тема о том, что предложение Глазева, включить печатный станок, насытить экономику деньгами, раздать по людям, и пусть они поднимают, развивают экономику. Ну, вы понимаете как, если бы дать предпринимателям напрямую, то да, а так на самом деле до людей же ничего не дойдет. Поэтому печатный станок в нашей стране такая вещь серьезная. Чиновники станут в 10 раз богаче, люди станут беднее. Я не думаю, что это выход, тут надо что-то совсем другое придумывать. Я, собственно, к тому, что запуск печатного станка, как предлагает господин Глазев, во-первых, приведет к девальвации рубля однозначно. И таким образом для людей может быть только хуже, потому что реальных денег они не увидят, перераспределение пойдет по другим каналам. Почему так уверенно можно говорить? Но если за ближайшие, за последние 20 лет оно шло только по другим каналам, то откуда, так сказать, вообще может быть тема, что они пойдут по другим? Приведите хоть один другой пример, когда они шли по другим. Поэтому тут я сложно отношусь, не очень за. Может быть, такое количественное смягчение по-русски было бы хорошим, но если бы получали предприятия эти деньги реально. Поэтому не думаю, что это решение и какая-то, так сказать, толчок российской экономики. И вот, кстати, только что вышла новость, а я что-то и не знал вообще, мимо меня прошла. Было она в новостях-то или нет? Кремль сообщил о встрече Асада с Путиным в Москве. Он 20 октября посетил Москву, провел переговоры. Я не в курсе был. А вчера сообщали, я, правда, вечером не смотрел никаких новостей вчера. Прикольно. Асад в Москве был. Интересно, что происходит-то вообще. Асад вчера в Москве, мы с ним не встретились, не переговорили, ничего, не затусили. Интересно, интересно. Может, он задержался, может, он себе квартирушку присматривал где-нибудь в Марино. Скажет, ну что, если не пойдет, не покатит, так вот в Марино зацеплюсь. Ну, в общем, коллеги, Асад был в Москве. Не знаю, как оценивать это, хорошо или плохо. Это на усмотрение каждого трейдера. Ну что, коллеги, вот такие новости. Давайте посмотрим на экономический календарь. Праздник в Гонконге сегодня. Нет, коллеги, не будет ходить в Гонконгский доллар, кто торгует. Название праздника я не понял. Праздник двойной девятки? А что это за праздник? Кто был этот? Кто был в Гонконге? Что за праздник двойной девятки? Даже смешно слушать. Пройной восьмерки. Ладно, не будем. Может, это какой-то суперпраздник? Да мы не в теме. Слушайте, сегодня день открытий какой-то. Асад в Москве, в Гонконге. Праздник двойной девятки. Как много мы с вами узнаем, слушайте. Вроде валютами торгуем, а попутно всяких этих, всяких других вещей узнаем в море. Значит, в 17.00 сегодня. Канады. Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. Канада. Молодцы. Джастин Трудо. Шайбу. Решение по процентной ставке также в 17.00. Запасы сырой нефти в 17.30. В общем, вечером это все будет. Да, и, кстати, Полос, выступление главы Банка Полозов в 18.15. И в 20.00 выступление главы Банка Англии Карми. Да что сегодня такое за вечер? До пяти ничего нет. Вообще тишина. Ну так, пустяки. А с пяти вечера прям пойдет поток такой событий и новостей. Ну, кстати, канадскую ставку процентную в 17.00 вместе посмотрим. Вы знаете, она 0.50, 0.50. А вдруг опять снизят? Мало ли что. Вот, кстати говоря, прикупить канадский доллар в 16.50. Вот эта идея по многим. А может сейчас прикупить? Эта идея хорошая. А вдруг ставку снизят? Не снизят, ничего не случится. Никуда канадец не ослабеет резко. А вот если, не дай бог, снизят, то тогда, конечно, с 0.25 шарахнет канадец хорошо. Все, коллеги, вот такие у нас идеи на сегодня торговые. Канада по многим причинам вдруг оказывается в центре внимания. Сегодня канадский доллар. Ну, давайте спросим про канадский доллар, монету. Покупать канадский доллар или продавать? То есть поверит мир в решительный настрой Канады на либеральные ли формы и на возможное, кстати, снижение процентной ставки вечером или нет. Бросаем на канадский доллар покупать-продавать. Вы можете заказать свое, так сказать, свой финансовый инструмент. Монета подскажет вам направление движения через секунду уже. Бросаем, коллеги, на канадский доллар. Так, ловим, смотрим. Бай, бай пишет на канадский доллар нам монета. О, как это интересно. И монета поддержала канадский доллар. Давайте узнаем у наших спикеров, кто что думает на эту тему. Можно ли сегодня с канадским долларом поиграть? Ну и вообще, в целом, нефть остается в теме. Нефть подросла, кстати говоря, вечером-ночью. Поэтому, может быть, это будет... Сейчас я, кстати, гляну нефть прямо в моменте. Может быть, это будет... Не пойму. Она ночью подросла, а утром подспустилась, что ли? 48-41, да? Да, она была под 49, и сейчас немного снизилась, кстати говоря, утром, пока я вам рассказываю об этих, обо всех делах. Вижу, вижу, я уже увидел. Я вечером посмотрел, знаю, что она пошла вроде в гору. А вот сейчас за ночь... То есть, да, не сильно хорошие новости по нефти. Ну что, коллеги, давайте узнаем у наших экспертов, кто что думает. Юрий Чеботарев, доброе утро. Какие мысли по сегодняшнему дню? Юрий Чеботарев, трейдер и управляющий активами из Москвы. Вот мне люди пишут, Алекс, со вчера стоим, пишет. В продажах, Алекс, со вчера стоите? Запасы вышли, да? Понятно. Так, Юрий, что-то не хочет у вас идти... Давайте перезайдем, может быть. Почему-то не хочет сегодня идти. Эдуард пишет, что евро, японская иена вниз смотрит. Эдуард, а я вас сейчас приглашу в эфир через пару минут. Хочу услышать ваше мнение. Расскажите нам тогда, какие мысли у вас по сегодняшнему дню. Так, ну что, Юрий Чеботарев, не получается, да? Не получается пока зайти. Ну, хорошо. Да, ну, понятно. Эдуард Синников, Москва. Включайте камеру и микрофон, заходите. Расскажите нам, как вам видится сегодняшний день. Я вижу у нас пользователь Усы Пескова. Усы Пескова, это не связано со знаменитым твиттером? Усы Пескова есть. А, Эдуард не может занять торговлей. Хорошо, хорошо, идет торговля, это понятно уже. Так, давайте посмотрим, кто у нас из спикеров сейчас в сети. Я смотрю, что многие уже с ночи занялись этим хозяйством. Это правильно, это правильно. Я вижу Александр Булгаков с нами. Александр, ваше мнение, я видел уже ваши комментарии. Я вижу также Владимир Костров, Игорь Кирдишев, Ильдар Бакеев. Коллеги, давайте подготовьтесь, через минутку нам расскажете, что вы думаете на этот счет. Александр Булгаков, ваше мнение сегодня по рынку? Александр Булгаков, трейдер из Санкт-Петербурга. По нефти прогнозов от меня не ждите. Нет, мы ждем под тем инструментом, который вы собираетесь торговать. Ну, я думаю, индекс РТС, видимо, вы как-то оцениваете как-то ситуацию, правильно? Или никак не оцениваете? Так, Александр Булгаков, получается зайти? Ага, видимо, пока нет. Ясненько. Ильдар Бакеев, есть возможность зайти в эфир с камерой и микрофоном, рассказать вам ваше видение на Си-Ри? Я знаю, что вы всегда внимательно следите. Дать нам ваше видение. Ильдар Бакеев, есть возможность зайти в эфир? Я на айпаде, на нем нет звука. Я понял. Александр Булгаков пишет, пока не вижу существенных движений. Боковик и, возможно, еще некоторые укрепления рубля в связи с аукционом Минфина по ОФЗ. Это хорошо, это хорошо. Игорь Кирдишев, есть возможность зайти в эфир и рассказать нам, как вы видите события сегодня? Ага, Игорь Кирдишев пишет, я не знаю, что сказать. Вчера уже высказался, но я понимаю, но сегодня как раз в эфире, вечером кто-то слышал, кто-то нет. Сегодня дать такие наметки на день, вот именно, как вы видите, коротко, вижу доллар туда, нефть туда, сегодня в течение дня. Вот с учетом тех утренних новостей, которые мы уже увидели и услышали. Ну, хорошо. Ильдар Бакеев пишет, а вообще я жду нефть вниз. Понятненько. Владимир Никитин, куда ждете нефть и рубль? Владимир Никитин, Пятигорск. Алекс пишет, нефть, коррекцию, ожидаю. Алекс, мы уже запутали, где коррекция, где тренд. Напишите прямо, жду нефть вниз или вверх, так нам понятнее. Владимир Никитин, получается зайти в эфир, дать нам вашу точку зрения? Вот сейчас Владимир с нами. Доброе утро, Владимир. Доброе утро всем, ребят. Ну, нефть, как вы сами любите, она идет в боковике, да, сейчас, в принципе. Как бы она пробилась. Ну, нефть, я, в принципе, жду пробития 47, я жду по нефти, пробития по нефти 47. Пусть пробьют, там уже можно заходить, по 46 буду смотреть, наверное, уже можно будет заходить. Ну, вот укрепление, в принципе, я тоже думаю, что укрепление рубля все-таки будет. Я уже, и ребята не раз, ну, некоторые, да, я смотрю, высказывали. В принципе, и на вечерке, я по самому говорю, в принципе, я рубль, ну, все-таки, жду на 58, 59, ну, пробития 60. Если, ну, видите, сегодня боковик, сегодня ситуация может быть опять такая же непонятная, скажем так. В боковике можем идти, но это она уже будет по рынку смотреть, потому что, как бы, ну, тут же, Игорь, скальп, когда начинается. Ну, нефть, сейчас я не знаю, сейчас будем смотреть, видите, она сейчас, грубо говоря, стоит в нулях практически, ну, минус небольшой. Ну, если боковик займет, скажем так, нефть у нас гуляет, ну, первый максимум, который она показывает, это 1,20, да, ну, в процентах, плюсом. Ну, 1,20 будем брать, прикладывать пока на лонг и 1,20 на минус будем кидать. Это, в принципе, у нас делает где-то 60 центов. 60 центов, это, грубо говоря, 47,80, да, первая цель. Ну, попытка на вход, ну, видите, это на чуть-чуть, если зайти, там, 20, 15 центов, там, взять, в принципе. Ну, я не знаю, просто, как из ребят работает. Или так же наверх, если она пойдет наверх, то от 49 отбиваться будет. Я понял. Ясненько, Владимир, а куда евро-то ждете? Вчера была у нас эпопея, я смотрю, что евро стоит, в общем-то, пока никуда особо не движется. Я в ночь, в принципе, да. Ну, пока, Игорь, евро я буду ждать вниз. Хорошо, нет, я как раз-таки, мне интересно, тем более, я знаю, все пилоты стоят вниз. Я просто стою в позиции, да, как бы, я ночью залез в нее. Они все-таки дали чуть выше, я не ожидал. Ну, сейчас, не знаю, сейчас, может, выйду. Если дадут выйти, то сейчас выйду. Так, вы вчера на 13-40 закрылись? Я вышел, да, она вот вниз, когда вы все говорили, вниз-вниз-вниз, я посидел, посмотрел на 13-40, я, в принципе, и вышел. То есть вы вышли в плюсе, и все нормально, да? Да, я вышел в плюсе, и все нормально. Хорошо. И вот, вот еще зашел. Ну, пока, Игорь, как бы, буду смотреть. Так, все, отключаюсь пока, чтобы кто-то еще из ребят выстрелил. Спасибо, Владимир, удачи. Коллеги, ну что, Владимир ждет евро вниз, вчера была большая эпопея, и мы, так сказать, ее выставили с вами. Андрей Крутецкий из Москвы, что, как видятся вам наши, так сказать, любимые темы, рубль, евро, нефть? Здравствуйте, Игорь. Я тут весь в ремонте, но решил вас поддержать. Значит, позиция у нас одна по рублю на сегодня. Придемонстрирую. Давайте. Вчера мы с ребятами разбирали. Так, вот этот экран. Так, видим, ага. Видим, да. Ну, на что мы обратили внимание? Так, на этой неделе. Вот был объем, то есть, от уровня поддержки, от 62, да, заходной импульс, ретест. Вот. Я показывал, что мы отыграли вот этот вот тренд. Вот, вот, и вчера был набор объемов в уровне 62,700, вот. И мы отсюда вот заходили, прямо в объем заходили. На вечерке половину я снял, вышел. Вот, и пока в ангах на оставшейся позиции. По другим инструментам. Сейчас посмотрю, позиций нет пока. Так. Так. Давайте евро посмотрим. Ну, вот евро пока не пробьет поддержку, обозначено здесь. Вот. Тоже в шарте обходить, как бы, пока не намерен. Ну, вот. Будет у нас пробитие уровня. Ага. Возврат набора объема. Вот. В этом случае мы будем заходить в продажу. Вот. Пока что по евро вне рынка. И нефть сейчас глянем. Ну, и нефть тоже в балансе. Если смотреть на споте легкую нефть, то уровень 47-2-0, как бы, в фокусе рынка. И нижний уровень это 44. Вот. То есть пока опять не выйдет куда-то из этого диапазона. Играем от бортов. Вот. Ну, понятно. Ну, других мыслей нет. Позиция порублю, пока инструменты не придет. Понял вас, Андрей. Спасибо огромное. Удачи, Игорь. Всего доброго. Спасибо вам. Вам удачи на рынке сегодня. До свидания, ребят. До свидания. Друзья, с нами был Андрей Крутецкий, трейдер из Москвы. Работают они с командой очень серьезно. Ну что, идея понятна. Ждем нефть в основном. Большинство. Подложу общий итог из всего, что прозвучало. Ждем и нефть вниз, и евро вниз. Вот. Ну, а по канадцу, честно говоря, монета выпала бай. Я думаю, поиграть на покупки канадца сегодня можно. Чисто на фундаментальных новостях. Так что посмотрим. Спасибо всем большое, коллеги, за участие в утреннем эфире. Удачи на рынке. Продолжение следует...